Вокруг Пушкинского музея разгорается грандиозный скандал. Известный по всему миру, он может заметно подпортить свою репутацию. И всё из-за поддельного, как утверждается Модельяне, и дотошливого коллекционера-анонима. Алексей Камынин выяснял, почему портрет Моревны стал фейком. Спасибо, Лёша. Добрый день. Всё началось с того, что издание Art Newspaper со ссылкой на анонимного коллекционера сообщило, что экспонируемый в Москве портрет Моревны из частного собрания не является подлинным. Считается, что на картине, написанной Медео Модельяне в 1919 году, изображена художница-эмигрантка Мария Барниславовна Воробьёва-Стебельская. По словам коллекционера, которые подтверждаются некоторыми анонимными источниками, в 2006 году он намеревался приобрести этот портрет на ваших экранах за 3 миллиона долларов. И даже провёл научную экспертизу, которая заняла 40 дней, но якобы выявила на картине следы пигмента, датируемого периодом после 40-го года. Картина, напомню, 19-го. Включение сомнительной картины Модельяне в предюбилейную выставку Пушкинского музея крайне возмутило несостоявшегося покупателя, и он решил обратиться в прессу. И нашёл поддержку арт-дилер и владельца галереи «Наши художники». Например, Наталья Курникова также выразила сомнения в подлинности этого портрета. Она указала на незначительные несходства внешнего вида и тот факт, что в своих мемуарах Воробьёва-Стебельская нигде не говорит, что позировала для Модельяне. А, например, президент Института Модельяне в Риме, наоборот, отрицает все обвинения и утверждает, что обладает документами, которые подтверждают подлинность этого портрета. Мы позвонили директору Пушкинского музея Ирине Антоновой, и выяснилось, что она вообще не видит в этой истории никакого международного скандала. В Чехии и Японии эта картина выставлялась в этом году и никому репутацию не запятнала. А Пушкинскому музею почему должна? Вот о таких картин я вам назову тысячи вообще в мировой истории в год, которые приписывались одному автору, потом другому, или отрицалась авторами. Ну что? Я не вижу здесь никакого имена, абсолютно. Конечно, эта картина многократно показывалась на разных выставках. Что об ней, так сказать, имеется литература разная. Ну и что? Между тем, издание Art Newspaper со ссылкой на источник в кругах Российского министерства культуры сообщило, что по завершении выставки портрет будет выкуплен у настоящего владельца и спонсором передан в дар музею. Но до закрытия выставки осталось всего недели, и, как нам рассказала Ирина Антонова, портрет Марьевны никуда не денется. Наоборот, говорит директор, пусть все приведут, сравнивают и спорят. Леша. Спасибо, Алексей Камынин.